Прекрасна наша Родина, наш Донской край. Необъятные просторы степей, живописные холмы, извилистые речки и плодородные поля — эта красивая земля знала не только радость, но и горе, как и те люди, что родились, выросли и прожили свою жизнь на ней. На берегу реки Меус, что впадает в Азовское море, расположилось село Большая Никлиновка Никлиновского района Ростовской области, где 28 мая 1939 года родился наш герой Бабай Виктор Иванович. Война в его пятилетней жизни возникла разорвавшимся снарядом, убив троих друзей, а его навсегда погрузив в темноту. Итог. Инвалидность. Первая группа по зрению из детства. «Мое детство — война», — с полной уверенностью сказал бы наш герой. Война наполнила детские впечатления грохотом бомбежек, голодом, страхом. Наравне со взрослыми они вынесли всю тяжесть тех лет. Дети — эхо войны. Но, как известно, времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот и наш герой в предлагаемых обстоятельствах не отчаялся, не опустил руки. Отучился в школе для слепых, поступил на работу на предприятие Всероссийского общества слепых в городе Таганроге, добросовестно трудился, принимал участие в соревнованиях на первенство страны по плаванию среди инвалидов, ездил с напарником на тандеме, ходил в туристические походы. Ветераном труда и ветераном предприятия ушел на заслуженный отдых, став примером для молодых рабочих. Война лишила его зрения, но не искалечила его душу, потому-то он и герой нашего рассказа. Удары судьбы не ломали, а закаляли этого человека. Всю свою жизнь он старался делать добро окружающим его людям, быть полезным и нужным. О Викторе Ивановиче Бабае и о деле его жизни расскажут люди, которые его любят и будут помнить всегда. В каждой организации есть люди, с которыми интересно общаться, которые стремятся сделать что-то важное для того, чтобы оставить след в этой жизни полезный, нужный для преемников. И вот одним из таких людей в нашей организации был Виктор Иванович Бабай, к сожалению, в этом году ушедший из жизни. Бабай Виктор Иванович стоит у меня на учете как инвалид детства эхо-войны. Жил он в Таганроге, потом решил переехать на родину в деревню. И вот как-то пришла к нему, у него была такая хорошая мысль сделать музей. Виктор Иванович, проживая в Неклиновском районе, в селе Большая Неклиновка, открыл на территории своего двора уникальный музей, собрав доступными ему средствами предметы быта прошлого столетия, есть вещи и XIX века. Все началось со значков, которые ему помогали собирать всем предприятиям. А затем жители деревни и гости Виктора Ивановича несли и везли ему различные старинные вещи. Затем пришла идея все это упорядочить и организовать. И так и получился музей гордо села Большая Неклиновка. В музее все можно трогать руками. Мне нравилось, как у него там, это молодец, все одному вот так поднять. Это у него такая мечта была, он ее осуществил. Над станицей встает рассвет, лучик солнца гладит траву. Вы не верьте, что мертвых нет. Я в сердцах и в вещах живу. Нет, не пылью веков седых наполняют музей года. Человеческих рук следы здесь останутся навсегда. В них надежда, любовь и грусть, отблеск дела, простой напев. В вашей памяти я коснусь грани вечности одолев. Лишь сумейте не потерять юность мысли, труда задор, Чтобы силой других опять достижений не гас костер.